Всем привет! Это просто отрывок из более длинного видео, которое возможно кто-то из вас уже видел. Но при этом это видео дополнено. Посвящено оно одному из самых любимых украинских мифов. Приятного просмотра! Из этой цитаты мы узнаем, что на политической арене того времени существуют шведы, пруссы и московское дегосударство. В середине 17 века при Алексее Михайловиче было московское государство наряду со Швецией, Крымом, Польшей. Политическая обстановка того времени слыхом не слыхивала ни о какой России. Ох уж это московское государство, как же он его любит. Но вот что интересно, если покопаться в книгах и летописях примерно того же времени, то можно встретить упоминания и о Киевском государстве. Причем подобных упоминаний можно встретить очень много. На все подобные упоминания я оставлю ссылки. Ну а мы можем пойти еще дальше и встретить упоминания о Псковском государстве. Причем упоминается Псковское государство в тех же самых актах Южной Руси. Также в летописях можно встретить и Казанское государство. Есть и упоминания о Галецко-Волынском государстве. Также есть упоминания и о Полоцком государстве, которое находилось на территории современной Белоруссии. А это уже просто Галецкое государство. Со столицей во Львове. Ну а вот и Новгородское государство. Тоже упоминается, наряду с государством киевским и московским. А вот и Владимирское государство, которое кстати совсем рядом с московским. А живут там видимо Владимиры. А вот и Рязанское государство. Причем там же указано и какое-то российское государство. Опечатка. Да, наверное это просто опечатка. Ну и до кучи, сюда можно добавить, еще Петербургское государство. Ну а если серьезно, то в летописях так называли, раздробленные княжества Руси. Поскольку слово княжество, это синоним слова государства. Просто в меньших размерах. А еще так называли государство, опираясь на название, столицы. Например, Киевскую Русь, называли киевским государством. А когда столица перешла в город Владимир, то и появилось название, Владимирское государство. Или княжество. А потом и Московское государство. После переноса столицы, в Москву. На этом все. До встречи.